Уважаемые коллеги, дорогие гости, мы подошли к итоговой части нашей конференции треугленной, основная часть треугленной, завтра у нас еще день, когда у нас молодежь выступает. Ну, основная взрослая часть треугленной, и студенты, и аспиранты в субботу. И конференция наша называлась «Русская музыкальная стереография, прошлое, современность, перспективы», посвящена она была 83-ю капельной республиканской музыки. И сегодня я очень рада, что нам удалось собрать такой междисциплинарный круглый стол, мы его сейчас открываем. Тема этого круглого стола – пути изучения архитектуры в 21 веке. И собрались здесь все наши коллеги из близких нам дисциплин и направлений. Так что я думаю, что разговор, надеюсь, будет интересный, проблемный и перспективный очень. И сейчас я хочу предоставить слово главе нашей науки консерваторской, руководителю всех научных подразделений консерватории, пролектору по научной работе Московской консерватории, профессору, доктору стволения Константину Владимировичу Владимировну. Спасибо, Елена Армозевна. Ну, прежде всего, я очень рад приветствовать всех участников круглого стола, который является, я бы сказал, кульминационной частью нашей конференции. Конференция «Русская музыкальная историография. Прошлая, современность, перспективы», как уже Елена Армозевна сказала, к 80-летию кафедры истории русской музыки. Но, поскольку у нас много здесь гостей, не из консерватории, то я могу еще добавить, что эта конференция входит в ряд мероприятий, посвященных юбилею самой консерватории. В 2016 году нашей консерватории исполнилось 150 лет, что было очень широко отмечено. И благодаря Российскому государственному научному фонду были и издания замечательные, и конференции проводились. Ну и в рамках этой программы у нас очень важная часть – это юбилеи, посвященные либо конкретным профессорам в спорте консерватории, особенно выдающимся, либо подразделениям, таким как КАР. Или вот, например, тоже будет скоро конференция и юбилей научного центра народной музыки. Ну и вот такие мероприятия, они, конечно, не только юбилейные и не только праздничные, хотя это тоже, безусловно, есть, это мы всегда рады отметить, и мы этому рады, но они еще и рабочие, и научные, потому что проблемы, которые тут ставятся, они очень важны, очень значительны. Я бы сказал, в каких-то случаях даже шелотрепещущие. Ну вот эта конференция собрала очень много гостей из других городов России, из Ростова, Казани, Парижа, Кишинева, Саратова, да, совершенно верно. Вот Петрозаводсов, не знаю, приехали или нет. Да, очень рад, конечно. Ну, одним словом, это говорит о заинтересованности всех учебных наших в развитии и вот в осмыслении тех проблем, которые ставятся. Ну, округлый стол – это совершенно особый жанр, на который именно обычно и выносятся наиболее важные темы, требующие особой какой-то дискуссии. И тема, как уже Ирина Родина, тоже сказала очень широка пути изучения русской культуры в 21 веке. Но, видите, вот русская культура имеет очень давнюю историю, и уже, конечно, так или иначе ее изучали и раньше, но, как показывает опыт, как показывает история, еще достаточно много белых пятен и каких-то по объективным причинам неисследованных моментов. Тем более, что Новый век вносит свои какие-то коллективы и вносит свой новый взгляд и новые какие-то реалии, не всегда для нас приятные, иногда даже осложняющие нашу исследовательскую работу, но, тем не менее, это так. И вот как все это осуществлять, как с чем-то можно бороться, что-то, наоборот, приветствовать и поддержать, мы сегодня и побеседуем. И должен сказать, что вот о значении этой темы говорит тот факт, что здесь собрались сейчас действительно выдающиеся представители различных наук, выдающиеся ученые, деятели культуры. И мы очень, и я от имени ректората приветствую вас, передаю благодарность ректора Александра Сергеевича Соколова, который, к сожалению, сейчас должен делать посольство Италии и не может присутствовать здесь, а был бы очень рад, конечно. Вот. И желаю нам всем успешной работы. А модерировать этот круглый стол будет заведующая кафедра истории русской музыки, профессор, доктор искусствоведения Ирина Арнольдовна Скворцова, и ведущий научный сотрудник Центра Церковной Музыки и Центра Научного Центра Народной Музыки Николай Григорьевич Денисов. Пожалуйста. Саша Григорьевич, сказал, что сплошная дата юбилея не будет. Но вы знаете, что сейчас Москва в датах посвященных революции. А вот, если что, Наталья Васильевна Калининская, что Институт Мировой Литературы Николай, отмечает эту дату в Париже. И вся Франция отмечает эту замечательную дату. Весь мир отмечает Китай и все страны. Так что это действительно историческая эпохальная дата. И Наталья Арнольдовна назвала Российский депутатно-научный фонд. Сейчас мы как-то живем в других обстановках. 25 лет назад в Москве людям не платили зарплаты. Многие чуть ли не умирали с голодом. И вот тогда был создан Российский гуманитарный научный фонд. Наталья Васильевна Калининская была со дня основания в этом фонде. И если говорить честно, он спас гуманитарную науку в нашей стране. А гуманитарная наука – это показатель цивилизованного лица общества, в котором знакомы. Сейчас другие времена. Мы теперь единый фонд. И наше правительство требует нас междисциплинарности. А вот в Москве, выдающийся город и науки, и культуры, все работают в каждой своей сфере. А вот где-то месяц назад здесь был конгресс музыкалитов. Я помню, Гера Васильевна Терехина. Когда мы слышали, и литература Ледов, и когда Борис Михайлович читал Кандинского, вообще не были поражены. Когда мы слышали, он у Кириллов подказывался, все живут рядом, каждый занимается своими, а летов впереди. Да? Ну и, к вам-то жалко, что нет Александра Сергеевича, потому что это личность эпохальная. Мы его с ним как ректор. А вот Наталья Васильевна справилась как внука знаменитого писателя. Чем творчеством у нас занимаемся. Да? Поэтому в определенной степени это хорошо, что в Московской консерватории собирается историческое научное событие. Когда представители ведущих наук в каждой своей свете будут говорить, как они будут дать изучать отечественную культуру, лишённую каких-то идеологических шор. Да? И нам каждому будет интересно услышать, что нас, какие открытия нас изучают. Потому что, с одной стороны, монетарная сфера, конечно, хорошо, когда мы сидим вот здесь. А вот когда мне приходится на одном из соседаний Совета Фонда выступала из Бога, то когда есть данные Академии наук, что 80% России не читают вообще уже ни книги, ни журналы. И когда даже научные журналы по физике и по математике издаются тиражом 200 экземпляров. И когда даже книги, которые наш фонд рассылают к библиотекам, они их не принимают и возвращают, вот вам показатель того, в каком мы находимся состоянии, и что нужно сделать для того, чтобы страна была в сложной грамотности. Поэтому очень рады. Я думаю, для всех мне это было интересно. Константин Владимирович, вы решили. Может быть, это будет первое собрание, но и последнее. Наверняка. Наверняка просто. Иначе выйдет.